Бывший лидер партии платформа «Достоинство и правда» и несколько его коллег намерены подать в суд на нынешнего главу ППДП Дину Пленгеу. Они обвиняют его в клевете после заявления об отзыве политической поддержки с восьми муниципальных советников фракции платформа «Да», которые проголосовали за спорные градостроительные планы. Более того, Настасья заявила о выходе из партии. В то же время он и его соратники намерены отработать оставшийся мандат в муниципальном совете. Инициируем юридические процедуры, необходимые для обращения в суд на председателя партии платформы «Да» Дину Пленгеу за рецидив в его публичном выступлении, посредством которого он выразил предположение, что муниципальные советники коррумпированы, что они не работают на благо жителей Кишнева и что находятся на службе у определенных групп интересов. Перед сегодняшним заявлением Андрея Анастасия, 9 муниципальных советников от ППДП объявили о своем выходе из партии. Еще раньше лидер платформы «Да» Дину Пленгеу заявил о прекращении их политической поддержки и о том, что политформирование больше не имеет ничего общего с этими местными избранниками. Впрочем, сами они уже заявили, что не покинут муниципальный совет и намерены отработать оставшийся год. Андрей Анастасия пояснил голосование по шести за анальным градостроительным планом, тем что они получили заключение десятков экспертов. Только на одном из этих проектов стоит не менее 32 подписей, градостроителей, архитекторов, юристов с профессией, со знаниями, с опытом за плечами. И все это было помечено как коррумпированное. Дину Пленгеу, в свою очередь, написал на своей странице в Фейсбуке, что принял к сведению заявление советников, но от дальнейших комментариев воздержался. Амэр Ион Чибан, отсутствовавший на заседаниях, на которых были утверждены планы, отметил, что выскажется по ним, когда документы попадут к нему на стол. Внесение проектов этого типа в повестку дня некоторыми советниками осуществляется путем голосования большинством присутствующих на заседании. Они представили, обсудили, проголосовали. Документы попадут к нам и в зависимости от соответствия тем или иным критериям, связанным с архитектурой и градостроительством, будут выданы или нет разрешительные документы. Шесть изональных градостроительных планов предусматривают строительство жилых высоток с расположенными там торговыми площадями. Возвести их планируют на улицах Буковини, Тимиш, Джинталатино, Николай Тестимецану и Гидигич. Одобренные проекты подверглись критике. Например, бывший вице-мэр Кишнева Виктор Керонда утверждает, что всем этим огромным жилым комплексам нужно гораздо больше места, чем отмечено в проекте. Это означает, что эти районы станут чрезмерно перегруженными. Зеленые зоны и тротуары потеряют пространство. Возникнет новый кризис парковочных мест, а также пробки.